Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, ограничивающий употребление иностранных слов в случаях, когда русский язык используется как государственный. Жители Твери поделились с нами своим мнением. Поддерживают ли они данные решения? Подробности в нашем сюжете. Сохранение, развитие русского языка – это всегда плюс. Использование слов, которые не слишком понятны окружающим, затрудняет восприятие и понимание. Поэтому, если их можно заменять русским языком, это должна быть некая такая установка культурная. А к запретам я всегда отношусь отрицательно. Бессмысленно что-либо запрещать, если слово вошло в обиход и используется достаточно активно. Я за русскую культуру, и мы не должны забывать наш родной русский язык и заменять наши русские слова иностранными. А есть какое-то слово иностранное, которое вас может раздражать, которое вы особо хотели бы табуировать? Не знаю. Нет, наверное. Иностранные слова в русской речи не всегда хорошо, но только если к ним есть аналоги. Насколько я понимаю, не ко многим словам есть аналоги. И, в принципе, это не только к русскому языку относится. Многие языки в этом мире используют англоязычные слова. Не всегда стоит их запрещать, но некоторые хотелось бы. Как вы относитесь к инициативе депутатов запретить употребление иностранных слов, если у них есть русский аналог? Не думала об этом. Но я думаю, что если в повседневной речи не преобладают иностранные слова, а речь грамотная, хорошо поставленная и развитая, то не будет ничего страшного, если иногда ты будешь употреблять какие-то слова. А есть какое-то иностранное слово, которое вам может не нравиться, которое вы хотели бы чисто изменить или запретить? Нет. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания.